Витебская область 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 Тут много что сделали, особенно на набережную улицу, около озера, тут все преобразилось. Браслов просто не узнать, просто покрасивел. Почаще в такие мероприятия было бы вообще изумительно красиво. Свято дожинок спевала, танчила гуло и заражала позитивным настроем. Все лето областный каравай на треть больше, чем у минулым годе, складаючая по успеху, организованность и технологичная дисциплина. Але головная – люди, працавитые, самоданные и верные своей земли. Каравай по уночной региону селета 980 тысяч тонн сборжа. Это на 30% более, чем у минулого года. Урожайность выросла на 5 центнеров с гектара и досягнула амаль 30 центнеров на круг. Самая высокая по области урожайность – 39,6 центнеров с гектара у Аршанского и Витебского районов. Або два перосягнули 100-тысячный рубеж по намолоте сборжа. Сярод районов в области Витебске стал пероможцем на Жневе. У селетних непростых умовах – это двойная перомога. Где была техническая возможность, приходилось комбайны переоборудовать на арышные шины. На полях дежурили трактора для боксировки и комбайнов, и машин для отвозки зерна. Где не шла техника, людьми косили и выносили на площадки и убирали, обмолачивали зерно. Но благодаря жесткой технологической дисциплине, благодаря мастерству и профессионализму аграриев района, все-таки удалось аграриям Витебского района преодолеть планку в 100 тысяч тонн. Першими до уборки хлеба приступили заходние районы. Им больше пошанцевало с надворьем. Темп задали аграрии Брасловщины. Тут вызначился перший тысячник. Представник глыботской интеграционной структуры Сергей Зеленкевич намолотил першую в области тысячу тонн сборжа. Йонджа у першиню стал лидером двухтысячником Беларуси. Зажнего намолотил больше за 4 тысячи тонн и стал переможцем дожинок сирот молодзевых экипажов. В детстве работал в детском на полесте помощником, потом заинтересовало. Работал на полесте, а после полесте дали не холодно. Техника хорошая, работать можно. Только погодные условия у нас пока что не восстановились. Урожай для этого года, для жаркого хороший. Битву за урожаях рары Витебшины выиграли, дякуючи передовым технологиям вытворчасти, які активно укораняють господарки, и своей самоданной праце. У лидерах экипаж Александра Комарова и Илли Дудкина сельскох господарчика филиала Задняпроски Оршанского района. На малотиле больше за 4 тысячи тонн сборжа. Где-то 4 тысячи, а в том году 4,5 вышло. В этом году сложная уборка, погодные условия. Так что, слава Богу, убрали. Дай Бог такой урожай в следующем году. Отдых хоть какой-никакой появится в наше время. А так каждый день без выходных стараемся же как-то справиться. А так сейчас отдых будет, отдохнем. Впереди еще тоже кукурузу убирают. Так что впереди еще большая работа. Герои жнива на святе працовников везки Дожинки отрымали заслуженные узнагороды. Молодый специалист предприемства «Комсомольская правда» Талачинского района Марина Грушецкая, одна из дня многих девчон-механизаторов у в области, стала уладальницей персонального трактора. Поездить, поработать, еще больше научиться. Трошки еще подучить. Коллектив хорошо помогает, подсказывает. Не жалею, что пошла в лице продолжить династию. На уборце урожаю працавали 36 семейных экипажов. А сирот узнагородженных немало молодых специалистов. Только у склада экипажа у Нижневепа в области были заняты больше за 250 молодых механизаторов и водителев. Пераможцы отрымали грошовые премии. Работаю в девятой уборочной в своем хозяйстве на одном и том же комбайне. Я на нем начинал работать с помощником у своего отца. Теперь я работаю на нем комбайнером. И были у меня сезоны, когда я выходил в поле с помощником, но теперь я уже без помощника. Сдауна на Беларуси дажинки святковали урочисто и талакой. Дяковали природным силам за ураджа и спадевалися на новый уродливый ход. Все не святано было новый сенс. Гэта махчымасть подяковать хлеборобам за их нелегкую працу. Узнагароды знайшли героев. Фестиваль кермаш працуняков везки дажинки 2019 у Браславе отрымауся яскравым и насыченным. Час развитваться. Цікавая история, новые герои, их справа и поспехи. Простый день у программе «Мясцовый час». Редактор субтитров А.Семкин